здравствуйте в этом видеоролике хочу показать как легко и просто своими руками сделать декоративную отделку в стиле сахара вот работать мы будем материалом того марки фейдал сан фарба материал у нас не колерованный поэтому будем наносить в базе перед работой в идеально вышлифованная выготовленная стена грунтуем красим фоновой краской и приступаем в работе нужен нужна только широкая кисть ничего сложного смотрите здесь движение одни и те же наносим материал на поверхность жирно жирно наносим крестообразно его распределяем если где-то капнуло на на стеночку примыкающую ничего страшного сразу надо его просто подтереть а нет то наклеить малярку после того как мы нанесли определенный участок материала легкими такие кисть почти лежит почти лежит на поверхности не ударами такими легкими движениями еще раз крестообразно так вот его разносим более равномерно старайтесь брать такой участок такой вернее кусок работы который не будет быстро высыхать нанесли мы в данном случае хоть будет с пол квадрата с квадратом расправили мы можем еще ниже нанести опять так же же сама просто после того как по новой мы его размажем ну разнесем по новой как моего расправим по всей поверхности надо возвращаться обратно на изначально и такими же самыми легкими движениями легкими движениями не надо сейчас пока материал еще сильно подвижный просто равномерно разносим если сильно прижмем то весь песочек он как бы будет сбиваться какую-то в одну сторону и будут большие лысые права движения одни и те же самые просто по мере подсыхания смотрите когда начинают становиться участки матовым подсыхать сейчас он блестит на участками становятся матовые тогда надо обратно возвращаться его уже подминать вы вводя кистью будете чувствовать когда он уже начинает схватываться уже кисть будет больше прилипать соответственно тогда уже слегка усиливается нажим но пока есть одни и те же самые движения почему не сильно надо давить потому что песочек он прилипает конечно мы стараемся его не сдвинуть с места то есть песочек он прилипает на своем одном месте а то что еще не прилипло мы его по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть сгоняем в кучке если мы его сильно ударим и сорвем с места уже островок там будет такое некрасивое пятнышко она в принципе ничего страшного закрывается за вторым разом наносится все в два слоя но сейчас наносим первый вот вы взяли примеру этот участок и мы уже должны его закончить полностью как видеть может не видно на во время съемки я начал с середины стены страшного ничего не то у нас стыкуется очень хорошо просто на стыку на надо эти чтобы не следить чтобы не было у нас островов кучек этих в одной линии со стороны мы видим что у нас уже потихоньку начинают формироваться островки по чуть-чуть мы его уже как бы доводим до логического завершения но еще важно поэтому нужно чувствовать когда кисть уже будет реально туго идти по по плоскости должен реально начнет прилипать во время работы если капнули на стенку то желательно ну на ту часть которая еще не сделана желательно и сразу растереть эту каплю иначе она засухнет и потом будет проблема после того как она уже мы видим там где островки есть она мокрая вокруг уже как бы более матовый есть таким но множество матовых уголочков она в принципе на камеру может не видно но в работе увидите теперь уже кистью как бы вы уже нет не не лезть не слегка а начинаем как раз вот в этой стадии уже начинаем более формировать эти строки то есть мы там видел что здесь у нас пустота то есть мы вот загоняем этот песочек в одну точку и потом опять таки слегка разнесли то есть начинаем формировать это самая простая техника можно сгонять этот кусок песочек делать там соты можно как-то линию тоже чисто художественная в нашем случае все легко и просто поэтому делаем так сгоняем островки уже пучки формируем больше в разных сторонах не добиваясь какой-то одной ровной линии если же мы видим что у нас появилась вот такое большое скопление песка как бы при высыхании но его не избежать где-то вот и все равно будет но в данном случае если уже заметили то лучше его разнести чуть ли аж не уголком разбивая его все в разные стороны и потом опять слегка вот его приводить после того как мы подгоняли поделали более-менее островки такие как нам кажется опять все проходим такими вот легкими движениями без нажима как бы расчесываем сложности нет абсолютно просто стоишь и монотонно расчесываешь участок стенки до того пока он полностью уже не высохнет не схватится но не полностью имеется ввиду а когда уже сформируются наши пучки полностью после данной манипуляции как бы мы можем видеть следующую ситуацию где-то у нас островки сформированы хорошо и вокруг них есть такое пространство что ли такие прогалины а некоторых местах эти прогалины забиты мелким песком вот тогда в этом месте уже торцом кистью разбивая разносим в разных движениях опять таки можно создавать направление островков то есть в разные стороны менять это уже кому-то мы же делаем все просто легко и красиво почему разбивать большие участки если мы видим большие участки будем разбивать их за первым слоем мы нанесли материалом есть у нас строки как бы может быть они нам могут показаться некоторые маленькие поэтому второй слой когда мы будем наносить так же самому у нас уже высохнуть должен первый первый слой высохнуть полностью да где-то сейчас два мы будем так так же самому наносить этот материал просто уже не как бы не формирует тучки уже как бы разгоняя все хорошо потому что у нас после первого слоя вы видите будут такие удары кистью оставаться вот задача второго слоя вот эти удары кисти перекрыть соответственно островков немножко станет больше можно развести краску перед перед тем как наносить второй слой вот и жидкой такой разбивать но в любом случае строки станут немножко больше если где-то есть какая-то царапинка ямочка которую не уследили не зашпаклевали тоже ничего страшного просто вот уже даже в таком состоянии попробуйте согнать в это место песочек этим самым вы ее и закроете все как видите сложного ничего не продолжаю все в том же самом темпе и дойдем до второго слоя после того как поверхность высохла уже наши островки дюны сформированные полностью берем добавляем процентов 20 в остаток материала то есть делаем жиденьким размешиваем только размест стараемся размешивать так чтоб песок максимально остался внизу весь первый внутрь поднимаем дальше движение такие же самые наносим и разбиваем кистью по поверхности все действия такие же самые как и на изначальном уровне разбиваем растягиваем до почти полного высыхания уже когда стоповерность будет становиться матовой и не будет не будут видны линии от кисти песочка у нас должно быть меньше если же все таки попадется у вас песок и будет опять старайтесь его сбивать максимально в кучке а что лишнее может быть даже его и выметать принципе вот так вот продолжаем всю поверхность а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok